Краткосрочный или долгосрочный кредит? Латкредит предлагает оба до 500 евро на срок до 30 дней или до 1000 евро до 12 месяцев. Зайди на латкредит.лв и получи решение в течение 15 минут. Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Это программа «Разворот». Сегодня проведу я и Олег Пека. Действительно, ощущаем приход лета, жаркие дни. Наверняка многие уже думают, как провести выходные. Ну а мы сейчас поговорим о том, как можно с пользой, с толком провести лето, поскольку действительно лето будет очень жарким в плане гостей, звездных гостей. И Балтийские музыкальные сезоны, фонд «Балтийский музыкальный сезон» приготовил очень много интересных сюрпризов, событий, которые пройдут в этом году. И сегодня об этом мы поговорим с членом попечительского совета фестиваля «Балтийские музыкальные сезоны» и членом Совета банка «Ретому» Александром Гафиным. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Александр Дмитриевич. Ну и вот мы в прошлом году, как раз когда встречались, мы говорили о том, что это такое замечательное, прекрасное событие, появление балтийских музыкальных сезонов, которые дают возможность очень многим, и не только рижанам, и латвийцам, и гостям нашей страны, увидеть звезд мировой оперной музыки, классической музыки, и причем совершенно по таким демократичным доступным ценам, если их сравнить просто с европейскими, если бы люди поехали куда-нибудь в Европу на такого уровня фестиваля и мероприятия. Насколько ценовая политика вот в этом году, ну, насколько вот удается удержать мы после первого сезона, когда там приезжали Джошуа Белл, Крис Ботти, Элина Гаронча, Кристина Опалайс, там, ну, огромное количество звезд, вот насколько тяжело было удержать этот же уровень, и вот не будет ли изменена ценовая политика, насколько будет доступна вот эти концерты? Ну, во-первых, огромное спасибо, что вы меня пригласили в эфир, я с удовольствием расскажу о балтийских сезонах этого года. Действительно, насыщенная программа, мы пригласили много звезд мировой культуры, начиная от Джорджа Малковича, популярного киноартиста в первую очередь, но он и себя в Юрмале покажет немножко в другом жанре, он будет читать прозу под симфоническую музыку. Мы пригласили Антонио Папана, мы пригласили совместно с Латвии с концертом один из лучших оркестров мира, Венский симфонический оркестр филармонический, и с ним выступит во втором отделении Элина Гаронча. Будут еще интересные проекты, если что касаться ценовой политики. Безусловно, цены в крупных европейских центрах, таких как Вена или Зальцбургский фестиваль, там 500, 300, 400 евро, мы понимаем, что в Латвии, в общем, немножко другая корзина покупательная, несмотря на то, что приезжает, у нас цены демократичные, и поэтому наши попечители об этом как бы постоянно думают. Наша задача не получить доход от этих концертов, а принести хорошую музыку классическую в первую очередь в Латвию, и, безусловно, чтобы это повлияло на такой общий туристический или какой-то политический, может быть, даже интерес к Прибалтике. Поэтому и называются «Балтийские сезоны». Нам очень хочется, чтобы разворот в культуре, в европейской, ну, по крайней мере, любители классической музыки, узнали бы для себя новую страну, приехали на концерты, ну, и, естественно, хуже от этого никому не будет, только будет лучше. Мы вот, когда встречались в прошлый раз, говорили именно о том, что это фестиваль классической музыки, но Джон Малкович, я понимаю, он действительно расширяет немного границы музыкальных, балтийских музыкальных сезонов, хотя это, ну, невероятно интересно, потому что, мне кажется, что еще ни разу вот голливудский актер вот такого уровня, действительно, по-настоящему большая звезда, не посещал Латвию, а в случае с Малковичем он ведь изначально театральный актер. Олег, ну, конечно, как бы, знаете, актеру хочется проявить себя в разных каких-то жанрах, амплуа. Для него была придумана вот эта история, и, как мы знаем, в Европе многие приходят для того, чтобы, ну, увидеть на сцене живого Малковича, и это такой немножко смешанный жанр. Но что интересное, знаете, как звезды сошлись, 16-го числа в Риге будет Делай-Лама. Делай-Лама будет встречаться здесь с буддистами, сюда приедет очень много людей, и Малковичем мы пригласили Делай-Ламу на концерт Малковича, а Делай-Лама уже пригласил на обед Малковича, значит, к себе. То есть, можете представить, Рига – такое вот место перекрёсток многих дорог, и здесь встретятся Делай-Лама и Малкович. Это будет, в общем, достаточно, так сказать, интересно, наверное, в первую очередь и для них. Ну, и другие концерты достаточно будут интересны, и мне, на самом деле, как будет видеться одним из грандиозных и таких мощных событий, это концерт классической музыки в Рундуле. Я вот в том году посетил этот концерт, меня поразило, что там был такой лёгкий дождичек, но почти 3000 зрителей сидело в этом замечательном розаре в парке, и слушав в таких накидках с зонтиками, но никто не ушёл, и все слушали этот концерт. В этом году мы помогли, на самом деле, «Латвийсконцерт» проводит этот концерт, мы помогли совместными усилиями туда пригласить ещё замечательного Мишу Майского, которому, кстати говоря, 70 лет исполняется, юбилейный концерт, будет Миша Майский, и «Виртуозы Москвы», первое отделение вместе с ним выступать, а второе отделение – это будет «Кармирата Балтикс», замечательный тоже оркестр, который будет играть традиционно «Вивалди» времена года. Это будет… мы вместе делаем новую сцену, чуть-чуть лучше звук, больше экранов. Ну, концерт будет замечательный, он будет посвящён столетию Латвии, конечно, и мы надеемся, что туда приедет огромное количество людей. Я знаю, что просто многие, даже у кого нет машины, они есть специальные… ну, фирмы, которые просто везут автобусами туда, просто люди протекаются со всей Латвии, потому что такое событие – это фантастический фестиваль в настоящем дворце, в костюмах той эпохи барокко, в тех вот буквально залах, где звучала, может быть, эта музыка 200 лет назад, она звучит как сегодня. И мне было приятно, когда в том году я приехал, я увидел много номеров из Литвы и Эстонии. То есть это, в общем, такой большой балтийский уже эвент, и он проходит, по-моему, 17-й или 19-й раз в этом году, он начинался потихоньку, но это такое знаковое событие, и мне приятно, что мы нас пригласили, и мы участвуем в этом проекте совместно с крупнейшей концертной организацией «Латвии». Это будет, по-моему, вы говорили в июле, да? Да, это будет в середине июля события. Ну, тем не менее, вот Миша Майский также будет выступать и в Юрмале, в балтийских музыкальных сезонах он исполнит очень такую интересную программу, там будет и Моцарт, и Чайковский, и он будет выступать, я понимаю, со своими детьми, да? Он веселый человек очень, и с ним приятно иметь дело. Он говорит, я, знаете, у меня, получается, в жизни хорошо две вещи. Я хорошо музыку играю, исполняю музыку и делаю детей. У него, на самом деле, очень талантливые дети, которые идут по его стопам, и это будет концерт, такой микс Миша Майский и его друзья. И мы даже до конца еще не знаем, кого он еще пригласит к себе на сцену в этот день. Это его такой творческий вечер для любимой Латвии в Риге, где он когда-то родился. И, по-моему, все дети у него родились в разных странах. Франция, Италия, Швейцария и по какой-то еще одной стране. Ну, видимо, и там, где он выступает и где-то гастролирует, у него что-то складывается. И, слава богу, если такие рождаются талантливые дети. То есть, тоже такое очень большое будет интересное событие 12 июля. Ну, и вот Антонио Папано. Это, наверное, тоже ведь один из, может быть, как-то меньше внимания привлекает это имя. Хотя, на самом деле, это один из легендарнейших дирижеров, который совсем недавно получил титул сэра. И который начинал буквально там какое-то стечение обстоятельств. По-моему, в Венской опере вдруг то ли заболел, то ли вдруг закапризничал какой-то дирижер-звезда. И взяли вот буквально, казалось бы, первого подвернувшегося 24-летнего мальчишку, который дирижировал так, что весь зал встал, и встали музыканты, ему устроили овацию. С тех пор его карьера просто движется совершенно фантастически. Да, Папано сегодня как бы в рейтинге дирижеров входит, так сказать, десятку крупнейших дирижеров мира. Не случайно он дирижирует двумя оркестрами. Один из них – это знаменитый лондонский оркестр в Ковенгардене, одной из самых престижных оперных площадок мира. Он родился в Англии, по национальности он итальянец. И вот, когда достигнув таких больших успехов, он еще взял шефство над музыкальным… над оркестром Санца Чичили. Это оркестр, академический оркестр, можно так сказать, Италии. И он считается молодежным, потому что туда они стараются принимать достаточно молодых ребят, которых потом готовят. Это грандиозный оркестр, надо сказать, чтобы их сюда привезти. Это была целая история, потому что они хотят лететь со своими инструментами. Сейчас аэрокомпания не очень любит, когда в салон берут виолончели, контрабасы и так далее. И нам пришлось заказать самолет, у которого есть багажное отделение под контролем менеджеров этого оркестра. Сюда прилетит специальный самолет с инструментами, потому что было предложение даже взять в аренду. Здесь замечательные инструменты в Латвии. Но почему-то они не согласились, поэтому придется грузопассажирским самолетом привезти этот оркестр, 120 человек, сюда, на сцену Дзинтери. Мы идем на эти затраты. Это как раз о окупаемости концертов. Безусловно, на это может пойти только наш фонд. Ни один из продюсеров, который работает, ему это безусловно невыгодно. Билеты на этот концерт должны стоить по 600-700 евро. Сами понимаете, где мы найдем. Может быть, мы в Латвии найдем человек 10 людей, которые способны купить такие билеты. Но тогда этот концерт будет приходить только перед ними. Это сложный проект, сложный, в том числе и финансовым. Я знаю, что они буквально недавно на фестивале в Абу-Даби выступают. Вот он с Санта-Чичили, с оркестром. И там расписаны уже, я видел, концерты во Франции, в Италии, в самых таких престижных. Но у него на Фейсбуке можно увидеть, где он будет в ближайшее время выступать. И, конечно, это удивительно, что... К нам приезжает, я горжусь, что это наша заслуга. Я думаю, что концерт пройдет с большим интересом. Но вот сейчас касались интересной темы. Дирижер и его оркестр. И, безусловно, в мире идет негласное соревнование между дирижерами и оркестрами. Это и Гергиев с двумя оркестрами, которые дирижируют, и Янсен с Бостонским оркестром, вернее, Нельсен с Бостонским оркестром, Янсен с Баварским оркестром и многие-многие другие исполнители, дирижеры. Безусловно, это, как сказать, в хорошем смысле ярмарка числами. И в профессиональном мире это все очень обсуждается. И у кого... Знаете, у него и оркестр в полном порядке. Дирижер руководит оркестром, но при этом у него еще много есть разных других проектов. И кто-то должен ежедневно или еженедельно заниматься оркестром, чтобы они репетировали, чтобы они были сыграны и так далее. Это большая-большая работа. И вот когда не просто приехал заезжий дирижер и профессионально, так сказать, отработал с чужим оркестром, а когда это оркестр, так сказать, единые целые дирижеры и оркестр, вот это, конечно, и есть то воплощение музыки, к чему мы все стремимся. Вот у нас в Юрмале Папана со своим оркестром это будет, мне кажется, серьезным событием музыкальным. По-моему, там он будет играть и Гайден о сотворении мира. Я читал, что там настолько Гайден был, он в письмах писал, что он каждый день падал на колени и просил Бога, чтобы тот даровал ему вдохновение, чтобы он смог завершить вот эту ораторию сотворения мира. И это одно из таких, ну вот самых таких благочестивых произведений в классической музыке. Дело в том, что мы репертуар, вот приглашающая сторона, мы не можем диктовать репертуар, чтобы мы хотели бы услышать. Мы, так сказать, предлагаем исполнителям привести то, с чем они хотят познакомить слушателей. Ну, как правило, слушатели бывают за это благодарны. А вот в Рундуле наоборот, там не наоборот, там просто задана тематика музыкальных произведений с самой концепцией Рундульского фестиваля. Это должна быть барочная музыка определенной эпохи, ну и там не так много композиторов, которых мы знаем. Но все равно это тоже интересно. Как бы задача поставлена вот в эту музыку. Ну, многие играют, безусловно, Вивальди, один из популярнейших классических композиторов. Мы буквально ненадолго прервемся, сделаем небольшую паузу, после чего продолжим рассказ о Балтийских музыкальных сезонах. Продолжается программа «Разворот». Я напомню, что мы говорим о Балтийских музыкальных сезонах. Сегодня у нас в студии член попечительского совета фестиваля Балтийские музыкальные сезоны Александр Гафин. И мы, ну вот потихонечку так вот рассказывая о гостях фестиваля, о тех звездах, которые к нам приедут, может быть, вот как-то мы проскочили все-таки Джона Малковича. Мне кажется, что можно еще раз упомянуть, что действительно приезжает самый настоящий, живой Джон Малкович. Причем актер, который дважды номинировался на «Оскар», я считаю, что безобразие, конечно, что он не получил еще статуэтку. Это после, ну вот таких шикарных, вот потрясающих ролей там и в фильмах «Опасные связи» там и других. И самый интересный проект, поскольку он будет читать фрагменты романа аргентинского писателя Эрнеста Саббата, который стоит в ряду с Картасаром и Борхесом. То есть их вот три аргентинских классика магического реализма. И это произведение, которое, ну вот фрагмент сообщения о слепых, оно издается даже самостоятельно. По-моему, дважды экранизировалось и в Аргентине, и в Голливуде. То есть это такая, ну тоже очень интересная. Ну, я считаю, что как бы для того, чтобы популяризировать, это нужно за два дня до премьеры показать там фильм с участием Малковича, и сразу будет сумасшедший ажиотаж. А если говорить о том вот жанре, который придуман, дело в том, что, ну, меняется во всем мире. Вот к классической музыке отношение остается, это уже как бы, вот мы понимаем, да? Вот я иногда об этом стараюсь, так сказать, многим рассказывать и говорить. Дело в том, что за последнее время не написано таких больших новых опер. Но жанр оперного искусства, он все равно остается, все равно театр, все равно поет ту же музыку. Почему-то авторы, ну как-то ушли из этого, и вот не трогают эту тему, причем не трогают ее, я думаю, что порядка там 50 лет последних. Ну, там, Прокофьев писал замечательные оперы, Родион Щедрин написал, ну, если мы говорим о российских, так сказать, музыкальных. Ну, как-то вот новые за последние 20-30 лет я не вижу ни одного автора, кто написал. Поэтому сейчас какие-то вот идет такой тренд на смешение жанров. То есть это может быть классическая музыка и какой-то перформанс. Это может быть чтение стихов или прозы. Это могут быть совершенно разные жанры. Сейчас вот в международных крупных фестивалях, в частности в Вербье, в некоторых других, там опробуется все это. Вот приживется это дальше в мировом искусстве, не приживется, мы увидим. А опера как была, так и была, классические концерты были. Диджеи обращаются сейчас к оперному, какой-то, может быть, в ближайшее время микс какой-то получится, ну, что-то новое. Но это искусство будет жить. А Малковичу, безусловно, интересно. Есть еще, надо мне припомнить, несколько известных голливудских актеров, которые тоже пробуются вот в таком жанре. Я думаю, что все-таки Малкович, как и многие, начинал карьеру все-таки театральным артистом. И хочется ему, наверное, попробовать себя в каком-то новом жанре. В Европе уже были спектакли с его участием. И они пользовались, вот как я прочитал в интернете и слышал от его продюсера, что, ну, отношения разные. Люди по-разному относятся к этому, но интерес большой. Вот я слышал рецензию очень короткую. Поженил текст и музыку. То есть, он не просто читает текст, он согласован с музыкой. Его голос является как один из инструментов, который тоже вторгается вот в эту музыкальную партитуру. Вот мы когда придумали фестиваль, мы не хотели... Это же не такой фестиваль, сезон. Это там семь-шесть концертов за лето, но концерты выдающихся мастеров. В это же время в Юрмале существует еще несколько замечательных музыкальных фестивалей. Один из них делает Галланта, и он, безусловно, тоже интересный. Но, к сожалению, этот фестиваль, он как бы использует одних исполнителей, но у нас есть финансовые возможности таких топовых мировых приглашать. И мы как раз хотели, чтобы он не был совсем-совсем классическим. Он в том году был Крис Ботти. Это замечательный трубач. Я считаю, что был один из лучших концертов сезонов, несмотря на то, что у нас выступали суперзвезды. Он джазовый, такой джаз-поп... Нет, джаз-рок, наверное. Джаз-рок, да. Джаз-рок, наверное, исполнитель. Был просто аншлаг сумасшедший. Всем понравился концерт. И в этом году Малкович – это тоже такой эксперимент. Вот если папана – это такая чисто классическая музыка, поэтому мы и в дальнейшем будем приглашать наряду с такими вот уже устоявшимся жанром какие-то новые интересные вещи для того, чтобы все-таки наш зритель специально не покупал билеты в Барселону или в Вену, в Зайсбург, а мог все это увидеть здесь у нас летом в зале Дзинтери. Ну вот Венский филармонический оркестр под дирижированием Рафаэля Паяра – тоже это, наверное, большое очень событие, потому что ведь, если я не ошибаюсь, это старейший, один из, во всяком случае, старейших оркестров мира. В середине XIX века, по-моему, он был основан, вот если я не ошибаюсь. Совершенно верно. Это, в общем, Венская знаменитая опера. Еще параллельно там была музыкальная комедия, там же в это время и был Оффенбахс и так далее, было еще опереты во время Австрийской империи. Вот. А это один из старейших оперных коллективов мира. Естественно, он на самом высоком уровне выступает. И очень хорошо, что они пригласили Элину Гарончу во втором отделении участвовать в этом концерте. Она будет исполнять вот Густава Малера, причем Малер же был руководителем, художественным руководителем в свое время этого коллектива. То есть это вообще кажется, ну, совершенно чем-то фантастическим. Он, помимо того, что писал музыку, он также руководил Венским филармоническим оркестром. Ну и, конечно же, вот Хуан Диего Флорес. Вот когда мы говорим про то, что не появляются новые оперы, ведь и многие старые оперы долгое время не ставятся на сцене, потому что нет среди молодых артистов такого голоса, который может вытянуть некоторые партии. Да. И вот как раз про Хуана Диего Флореса говорили, что благодаря его таланту, его голосу многие оперы вернулись на сцену, потому что только он мог взять вот эти верхние ноты. Ну, вы знаете, в оперном искусстве, как и в разных других параллельных жанрах, идет смена поколений. Мы вот когда-то эпоха бетломании, рока, джаза, джаз-рока и так далее, вдруг в середине 70-х годов, как-то опера стала уходить. И придумали вот эту концепцию «Три тенора», когда пели популярную классику «Три самых лучших голоса мира». И они на самом деле, вот мне кажется, их вклад в повороте Карероса и Доминго в том, что они с этими большими своими популярными концертами интерес молодежи как бы подтянули к оперной классической музыке. И дальше новый этап развития пошел, потому что никогда в мире такого не было, чтобы выходили там три тенора и просто пели популярную классику, и собирали по 50 тысяч зрителей на больших открытых площадках. И после этого началось развитие и плеяды новых молодых исполнителей. Если объективно говорить, вот с того времени, прошло там 20 лет, предположим, таких активных, такое количество молодых популярных исполнителей, и они друг к другу наступают на пятки. И давайте вспомним даже Латвию, сколько сейчас оперных певцов из Латвии поют на крупнейших мировых подмостках. И вот Флорес один из них. На сегодняшний день как бы два оперных абсолютных признанных лидера – это Кауфман и вот Диего Флорес, который будет у нас в гостях 27 августа. У нас сейчас есть возможность перенести концерт, который мы планировали на сентябрь. В сентябре он будет выступать 27 августа, там же в Дзинтере. Безусловно, он исполнит такую популярную классику, но мы поймем диапазон его голоса. Вот, естественно, он, как любой из исполнителей, захочет себя показать в свои самые лучшие стороны. И мы все это услышим на наших концертах. Да, Хуан Диего Флорес, 27 августа, его называют еще там «Золотым мальчиком», у него было такое прозвище. И один из самых известных сейчас, самых популярных исполнителей, один из лучших нервов. Они, по-моему, даже с Повороти были соседями какое-то время, жили очень рядом. И Повороти, ну, во всяком случае, Флорес любит порассказывать, подчеркивать в интервью, что Повороти как бы передал ему истовету… Крестный отец в хорошем смысле. Да, то есть он его как бы приглашал на свои концерты и очень как бы передавал ему вот эту эстафетную палочку. Я не помню, мы упоминали Дениса Мацуева, или его уже не нужно упоминать, потому что одно имя Дениса Мацуева. Денис Мацуев тоже будет выступать в этом году в рамках Балтийских музыкальных сезонов. У него будет концерт, где он будет солистом. Я, если не ошибаюсь, он будет исполнять… Вот Сергея Рахманинова. По-моему, у Рахманинова концерт у него будет, да, и, ну, Денис очень человек такой импульсивный, очень с таким характером пианист. Его любят слушатели, и надо сказать, вот мы начали нашу беседу с цен на билеты и с продажей билетов. На сегодняшний день 70% билетов на его концерт уже мы продали. И есть даже мысль сделать второй концерт, может быть, немножко в другом каком-то жанре, уже не в Динтере, а в Риге, потому что мы уже понимаем, что ажиотаж на этот концерт будет большой. Ну и с Рахманиновым там же просто у Дениса Мацуева особое отношение. Он ведь выпустил альбом неизвестного Рахманинова. Внук Рахманинова дал ему возможность первым исполнить неизвестные, найденные в архиве произведения его деда. И он исполнял их, по-моему, чуть ли не на рояле, на котором играл Сергей Рахманинов. То есть это, по-моему, запись даже получила номинацию на Грэмми несколько лет назад. То есть это, в принципе, для Мацуева один из таких, ну, очень знаковых композиторов, которые в его судьбе сыграли большую роль. Ну вот я знаю, что еще, кроме Балтийских музыкальных сезонов, есть и еще один проект, который также при вашем участии реализуется в Латвии. Это Биеннале. Может быть, несколько слов об этом проекте? Да. Несколько лет назад, не лет, лет десять назад была такая идея, что вот, ну, у нас такой концепт ко мне обратились разработать, как популяризировать и интерес, так сказать, в Европе, к Латвии пробудить. И у меня получилось, я подумал, что лучше, чем музыка и искусство, трудно себе что-либо представить. И родилась идея сделать Биеннале современного искусства с северных стран, балтийских стран. Мы понимаем, какой потенциал огромный заложен в прибалтийских странах, Швеции, Германии, Голландии в том числе. И эта идея несколько лет, так сказать, муссировалась, ее обсуждали, нужно было найти инвесторов. Это достаточно серьезный финансовый проект. И, к счастью, несколько лет назад я познакомился с двумя активными очень девушками, которые, в общем, заинтересовались этим проектом, мы нашли финансирование. И в этом году, несмотря на то, что мы не очень, так сказать, видим на улицах и площадях Риги плакатов или каких-то изображений, связанных с популяризацией Биеннале, мы надеемся, что в июне откроется Биеннале, который продлится аж до ноября месяца. Это должно стать, в общем, интересным знаковым событием. Надеюсь, что оно, первый блин не будет комом, что все пройдет хорошо и интересно, вызовет большой интерес, в первую очередь, у местных жителей. И надеемся, что приедут туда и наших много соседей, и людей, которые интересуются современным искусством вообще в Европе, а это очень значительная группа. И, наверное, будут еще новые какие-то встречи и новые проекты, связанные с Биеннале. То есть, это тоже один из рычагов, из тех вот инструментов, которые могут сделать Латвию более узнаваемой в мире, в Европе, из тех возможностей, которые Латвию… Культура – самый лучший проводник, безусловно, самый лучший проводник. Поэтому современное искусство, которое очень популярно сейчас в мире, оно как раз может развернуть какой-то интерес туристический, по крайней мере, и профессиональный к Латвии. Насколько латвийские художники будут принимать участие? Ну, вот латвийские скульпторы, художники… Знаете, и как я понимаю, на самом деле, латвийские скульпторы, авторы, я буду так говорить в общих чертах, в предпоследнее Биеннале Венецианское получила Латвия первый приз, потому что это была самая лучшая экспозиция, произвела большое впечатление. Наверное, Биеннале идея проводить здесь родилась и потому, что этот вид современного искусства в Латвии достаточно хорошо развит. Может быть, мало площадок, где показывают, и мало событий каких-то, а на самом деле латвийские авторы занимают достаточно престижное место в мировом рейтинге. Вообще, вот всегда я, так сказать, замечаю, что как-то странно. Вот есть Стамбульская Биеннале, да, на юге, южная, да, Венеция тоже, в общем, это юг Европы, а в основном получают все награды и интерес авторы, которые живут на севере. Это авторы из Швеции, из Норвегии, из Германии, из Финляндии. Вот в теплых краях в этих, я не знаю, больших художников, больших авторов, но сейчас еще есть, кроме, так сказать, Балтии, я думаю, что на этом Биеннале будут присутствовать еще китайские интересные авторы, потому что, в общем, такой тренд создан, и Юго-Восточная Азия, у меня есть мнение, что очень скоро станет одними вообще из лидеров в продвижении этих жанров, в том числе и потому, что у них есть национальная культура очень большая, ну, там, какие-то свои прикладные виды искусства, а у них не было эпохи Возрождения, не было Тициана, не было Ван Гога, не было передвижников, не было еще каких-то художников. Они сразу вступили вот в новый мир, да, и у них взгляд другой не замыленный, у них даже нет, если итальянец идет, просыпается в Венеции, он идет по этим улицам, которые вообще, ну, олицетворение какой-то там истории мира, а он проснулся в новом Шанхае, в новом совсем совершенно в другой архитектуре, с другими, и они новые, у них новые мышления. Ну, и, по-моему, они из самых таких крупных игроков на рынке искусства активно скупают на аукционах. Безусловно, потому что у них этого не было, они хотят познакомиться с мировой цивилизацией, с тем, что достигнутое в мире. И вот это как раз новый какой-то тренд, это новый тренд нашего нового третьего тысячелетия, и надо не забывать, что мы, так сказать, стартуем в эпоху телефонов, по которому можно уже, по-моему, все что угодно делать, компьютеров и так далее. Все, мы живем в новом мире, и культура, и в частности визуальное такое, как там арт, он будет меняться. Единственное, что классическая музыка останется классической музыкой. Вот это меня очень радует. Ну, и вот говоря, возвращаясь к классической музыке, еще раз хотелось бы напомнить, что стартует балтийский музыкальный сезон 16 июня. Это будет как раз концерт-открытие с участием Джона Малковича во втором отделении. Затем уже будет Венский филармонический оркестр и Элина Гаранча 20 июня, Денис Мацуев 4 июля, Миша Майский 12 июля. Врундула 16. 16 врундуля. И также 8 августа Антонио Папано. А в конце августа... 27-го будет замечательный тенор. У Хуан Адиего Флорес. Так что следите. Вся информация на сайте мероприятий балтийских музыкальных сезонов. Там достаточно вбить в гугл. Я думаю, что легко найти. И билеты в Биллишу Парадизе и в концертном зале Дзентери. Спасибо огромное. Сегодня Александр Гаффин вот нам рассказывал о балтийских музыкальных сезонах. Спасибо вам. Спасибо. Но знаете, такое впечатление, что сезоны открылись в мае, а не в июне. Можно было делать на месяц раньше, если бы знали, что будет такая погода. Всем хороших выходных. До свидания.